И снова я желаю вам доброго утра в студии самой ранней программы на телеканале Кубань-24. Меня зовут Ольга Антошина. Мы все уже, конечно же, активно готовимся ко встрече Нового года. И вот теперь, я думаю, что мы совершили такой вот самый важный в этом этап. А помог мне мой гость сегодня в этом. Это Филипп Юрков, реализатор живых елей. Да, очень приятно. Филипп, доброе утро. Доброе утро. Очень рада видеть. Вы пришли с елкой. Да. Вот скажите мне, пожалуйста, есть такое мнение, что сейчас не так активно покупают живые ели. Чаще все-таки устанавливают искусственные. Согласны с этим? Или же не можете так сказать? Ну, я скажу 50 на 50 больше. Потому что искусственные елки непосредственно их покупают, но человек купил ее, она у него стоит. И стоит не один год, а стоит больше. Два-три года. И, соответственно, спрос потихоньку падает. И выкидывают только через 3-4 года, когда он теряет свой цвет, где-то ломается, теряются болтики какие-то. И тогда, как бы, соотношение живой ели, все-таки, я бы думал, равное будет. Вот скажите мне, пожалуйста, все-таки, конечно же, когда мы видим елку, ощущение Нового года, да? Но хотелось бы поговорить о еле как о предмете бизнеса. Вот я знаю, что вы торгуете елями на рынке молоток в Краснодаре, да? Да, да. Если все-таки поговорить о финансовой составляющей, то, во-первых, сколько стоит аренда места, да? И сколько стоит ель? Допустим, вот эта, которая у нас в студии. Ну, аренда места идет, исчисление, ближе к праздникам, она растет, там, в районе 30 тысяч рублей будет стоить. 30 тысяч за месяц. Вот. И, ну, понятно, это закладывается в стоимость непосредственно ели. Не буду говорить, там, сколько, потому что не я исчислял эти проценты. Вот. Но скажу так, именно вот эта ель, она будет стоить ориентировочно 700 рублей. Вот эта ель стоит 700 рублей. Сколько она по высоте? Ну, где-то... Где-то метр 60, метр 50, я думаю, точно будет. Так, скажите мне, пожалуйста, вот перед нами какая это ель? Это ель зеленая обыкновенная. Зеленая обыкновенная? В продаже везде есть вообще, ну, в любом рынке. Вы сказали, что она идеальная. Почему? Чаще берут? Ну, да, у нас все-таки люди привыкли экономить, ну, не экономить, а скорее, как бы, тратить денег немного на такие вещи. И это считается как эконом-класс. Елочка эконом-класс, потому что она имеет пышный вид, она зеленая, набитая, и, соответственно, поэтому ее проще и продавать, и, как бы, людям проще покупать. То есть, а сколько она стоять будет примерно? Такая елочка будет простоять при правильном, как бы, уходе, то, может, месяц точно простоит. Так, вот скажите мне, пожалуйста, мы пришли на рынок, мы выбираем ель, обыкновенную в нашем случае, да? На что следует обратить внимание, чтобы взять ту или иную елку? Ну, первое, на что всегда стоит обратить внимание, это ее цвет. Цвет должен быть везде одинаково, нигде не должно быть желтого, оттенка, то есть он должен быть везде зеленый. Ну, вот в нашем случае, мне кажется, у нас все случилось, да? Она абсолютно зеленая, везде. Вдоль ствола идет, получается, идут уголки. Вот они, да, они, если елка живая и здоровая, они должны идти обязательно, если их нету, значит, они, это первое, что просто отпадает при высыхании. То есть елка уже сухая и она очень быстро осыпется. Третий момент, это веточки, веточки должны гнуться, они должны ломаться. Должны гнуться, но не ломаться. Не ломаться. Ну, вот в нашем случае они очень хорошо гнутся. Так, если говорить о смоле, вот это признак хорошей ели или же нет? Ну, смола, да, она выделяется в любом случае, но просто есть деревья, в которых она... Есть свежий срез, есть не свежий срез, это в данный случай, это не свежий срез. Но если заметить, здесь мы делали срез верхушки, и тут, если, ну, потрогать, вы как бы чувствуете, что будет смола. Ну, кстати, да, вот здесь вот такая маслянистая жидкость, вот она смола, и вот очень так вкусно пахнет, это правда. Да. Так, а какие ели есть у вас еще? Есть у нас еще в продаже ели голубые. Сколько стоят они? Голубая ель где-то полтора метра ориентировочно от трех тысяч рублей будет стоить. Три тысячи рублей полтора метра голубой ели. Их охотно покупают, или же все-таки спрос на них не так велик? Спрос не так велик, но те, кто хотят домой привезти что-то новое, необычное, они покупают именно эту ель. То есть более высокий такой континент. Я поняла, вот ценовой диапазон. А скажите мне просто про Валя, я буду, что вот последние годы очень часто продают ели в катках. И для чего это делается? Ну, тоже двоякий такой вопрос. В ели в катках, допустим, в Краснодаре я знаю, что продаем только мы и еще несколько людей. Я не буду говорить ничего, но это очень у нас еще не распространено. Допустим, если берем с Европой сравнение, в Европе уже давно сделали так, что в катках сдают ели на прокат. И это намного удобнее. То есть человек покупает ель, ему ее привозят домой, доставляют. Он ее наряжает, встречает Новый год и возвращает. Заключается между ними договор, да, и потом он ее также возвращает. То есть и все. И это намного удобнее. А потом процесс такой, что елка не выкидывается и не теряется. А в нашем случае, то есть после Нового года ее можно посадить у себя на участке? Все верно, да. Вы можете просто взять и отметить Новый год, отпраздновать там до седьмого, там до Рождества пройдет. Да, и вы возьмете и эту елочку высадите у себя во дворе. Если вы живете в квартире, ну, можете благоустроить свой двор. Будет приятно все. А Филипп, скажите мне, пожалуйста, если человек все-таки решил встречать Новый год с искусственной елью, но хочет вот этот вот новогодний еловый запах, еловые ветки вы продаете, у вас можно их купить? Да, можно их купить. Ну, мы лично не продаем. У нас обычно как делается? Когда елка выставляется на витрину, ее обязательно открывают, чистят везде, убирают все сухие какие-то веточки, которые, или лишняя ветка, которая. И это излишек, он мы его оставляем. Если человеку нужно, он всегда может приехать к нам и взять эти веточки домой для аромата или для каких-то аппликаций детям, кто любит. Так, а скажите мне, пожалуйста, вот недавно была новость на новостных лентах о том, что в нашей стране хотят создавать специальные плантации для выращивания именно новогодних елей, чтобы не рубили где попало, чтобы вот именно для этих целей эти плантации были использованы. Вот ваше к этому отношение? То, что хотят это узаконить и сделать, ужесточить, это правильно. В любом случае, так и должно быть. В любом случае, сейчас есть еще новая технология среза, но не этой ели, другую. Вот если берем голубую ель, ее срезают немножко по-другому. Там идет большое дерево, то есть высокое, где-то диаметр, может, до 5 метров. И рубится верхушка у него. То есть рубается центр и верхушка. Дерево остается, в принципе, возможно, что он не переживет такой срез, но вероятность того, что она дальше начнет расти, подвязывается верхушка, и начинает расти дальше. Очень высока. И обычно сейчас вот так уже многие делают. Я поняла. Спасибо большое, что создали нам в студии новогоднее настроение. Спасибо за те советы, которые вы нам дали. Я думаю, что теперь все мы сможем правильно выбрать елку на Новый год. Важно, чтобы она вас радовала. Спасибо большое. Ну, я напоминаю, что все интервью с нашими гостями вы можете увидеть на сайте kuban24.tv. Не переключайтесь, мы совсем скоро вернемся.